All my dreams are falling flat Gенеральный партнер программы «Светская хроника» с Евгением Машко Компания Аптас. Нитевые методы омоложения Аптас. Нитевые методы омоложения Быстрый результат. Комплексный подход. Инновации в омоложении лица и тела Аптас. Будьте красивы Многих зрителей вы все-таки ассоциируетесь с образом сотрудника МВД Сергея Никоненко. Какие-то очень прямые ассоциации, как говорят люди Как думаете, почему? То есть либо вы какие-то как-то особо ярко играли эти роли, либо они вам ближе Посмотрите, они ведь тоже у меня разные. Если сравнить инспектора ГАИ Петра Зыкова в фильме «Инспектор ГАИ» Где Трунову, он же Михалков, дараколу срайбу из контрольного талона И сравнить его с милиционером, который играет в «Детях понедельника» Там ортодоксальный совершенно, неподкупный, очень правдивый, невероятно честный А здесь за бутылку, за взятку, за выпивку готов на любые услуги И такие милиционеры бывают. Ну, как моя прабабушка говорила, бог леса не равнял, так и людей Правила, они придуманы для усредненного человека, понимаете? Правильно, но ведь правила существуют для всех, но то и неправильно Сергей Петрович, а вот вы как ученик все-таки советского кинематографа, как относитесь к любви людей, к сериалам? Вот некоторые актеры просто отказываются в них сниматься, считая, что это не кино Если ты достаточно известный, обеспеченный, популярный, ты зарабатываешь сумасшедшие деньги Даже по нашим уже меркам получают некоторые актеры, очень много То можно с пренебрежением и говорить и о сериалах А те люди, которые, те актеры, молодые, которые ищут хоть бы куда-нибудь, где чем заняться Для них сериал может быть как спасательный круг Старп Старп Их могут увидеть, могут заметить, могут пригласить в другой сериал Сериал сериалу рознь Мне не очень нравятся сериалы, которые идут на НТВ У них там девиз такой, как мне рассказали Не минута без трупа О, рейтинги какие у нас больше Что мы этим будем увлекаться? Или мы все-таки будем следовать заветам наших классиков? Александр Сергеевич Пушкин говорит Долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые Я лирой пробуждал Чувства добрые Смотришь сериал, ты думаешь, да повеситься хочется Какие же это добрые чувства? Да хочется взять калашник, да и в эту телевизор расстрелять Мода на сериалы не обошла стороной и мастодонта российского кино Засветился Никоненко сразу вставший культовой Каменской в роли полковника Гордеева Сериальным режиссером Сергей Никоненко приглянулся сразу И роли посыпались, как из рога изобилия Невозможные зеленые глаза Одна любовь души моей Пан или пропал Ребята из нашего города Родина ждет Граф Крестовский Гибель империи Товарищи полицейские Кстати, милицейские роли едва ли не главная амплуа Никоненко в сериалах Вредные привычки вот есть какие-то в вашей жизни? Ну, вы знаете, как-то я курить мне никогда не нравилось Заставляли в кино курить Втягиваешься, конечно, закуришь Но я всегда бросал Играя в фильме «Китайский сервиз», по-моему Или в классике Сейчас забыл Ну, это был 98-й год Ну, 16 лет я не курю По молодости выпить мог Даже лишнего мог Я знал четко Я четко Что если я Меня тянет на стихи Перебивая всю аудиторию Читать им Есенина Читать им Пушкина Читать Других поэтов Я думаю, что на 400 я уже выпил Ну, с возрастом стал, конечно, помудрее Чуть-чуть могу Вас считают достаточно легким, открытым Добрым человеком Который охотно беседует с журналистами Легко соглашается на интервью И всегда говорит всем вокруг правду Правду актерам Правду журналистам Может кого-то Ну, чего врать-то? Жизнь такая короткая Резко, может быть, обидеть Вот люди, коллеги Не обижаются на подобную вашу позицию? Я так стараюсь конкретно не называть Имен Имен, да В школе еще за это, так сказать, строго наказывали Если ты скажешь А чего же там Пасынскому Не поставили двойку, а мне поставили А он там Вот за это ты мог получить Если назвал фамилию Я не знаю, кто сейчас стоит перед вами Может, будущий преступник А может, отец семейства примерный человек Но знаю точно одно Перед вами сейчас стоит и мужчина Потому что он только что бил девочку А что такое настоящий мужчина Я ему сейчас напомню Настоящий мужчина Это тот, кто любит только двух женщин Да, двух Что за смех Свою мать И мать своих детей Настоящий мужчина Это тот, кто любит страну Тоже было своеобразное воспитание Порядочности Кодекса чести, если хотите Вы как-то говорили, что мама вас периодически Охаживала по мягким местам, как вы выразились Практически каждый день Да? Да За что было? За что? Я такой ребенок резвый, был шалун такой Пока бедная моя мамочка Работала в электроламповом заводе В горячем цехе За вредность молоко получала Да еще у нее муж Двое мальчишек Обстирать надо Накормить надо Приготовить еду надо Пока она после своей работы Из горячего цеха идет Купит рагу в смоленском гастрономии Там еще какие-то продукты несет Она идет по двору То бабки-то ей все расскажут Она так это Ставила продукты Снимала Эту самую Очень памятную мне Ремень? Нет, не ремень Это была авоська плетеная Особенно ручки, которые гуляли По моей заднице Ну она быстро довольно Говорит Раз, 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 раз Пять секунд всыпала немножко И я не спрашивал даже Я знал за что Потому что без дела Никогда мама Сергей Петрович Ну сейчас вот модно говорить Что детей поколачивать Это вот преступление Это права детей И так далее Вот как вы к этому относитесь И доставалось ли вашему сыну Так же как вам От мамы? Да я Знаете Я сын никогда пальцем не тронул Дет в угол конечно вставил Когда там Ну по-разному Конечно мальчишка Иногда разгуляется Иногда не соображает Что делает Неуправляемой становится Тогда надо как-то принимать Какие-то другие меры Конечно же Я не сторонник Это уже мама От безвыходности Я понимаю Но потом Или бы росли Такие Все Всем всыпали Ребятам Это считалось нормальным явлением Больше того У нас и учитель в школе Борис Дмитриевич Диамидов Он все ходил еще в послевоенное время Нам-то малышам еще мало доставалось Он ходил в гимнастерки Офицерский ремень Галифе Сапоги Он заходил Школа мужская была Он заходил в туалет мужской Там если увидел Кто курил Он сбрасывал ремень И пряжкой лупил Но что удивительно Его уважали А уважали За то Что Борис Дмитриевич Никогда не жаловался Родителям Об основном матерям Матери приходили Которые даже сами просили Борис Дмитриевич Моего-то Паучи Совсем от рук отбился Совсем не слушается Он хорошо Хорошо Он немножко соперявил Хорошо Пучу Пучу Буду знать Буду Сергей Петрович Я хочу спросить вас Об участии О ведении вами Программы Жди меня Вы не раз заменяли Игоря Кваша Да Который к сожалению К большому Ушел от нас Царствие на небесе Почему не стали Постоянным ведущим Это было ваше решение Или Первый канал Это нет Это Первый канал Это их решение Игорь Владимирович Неожиданно заболел Как в старые добрые времена Нам согласился Помочь Давний друг нашей программы Народный артист России Сергей Петрович Никоненко Добрый вечер Всех с наступающим Замечательным праздником Днем Победы Вам бы хотелось продолжить Ну вы знаете Она передача я считаю нужная Хорошая То что она Добрая передача В отличие от всяких Дурацких игр Там Последний герой Или звено Какое-то там еще Вот где Могу рассказать Почему я не Неотвратительно Эти игры Конечно Это игра Когда Они предают Друг друга Мы выигрывали В истории Выжили Русский народ И все народы Которые Сплачивались Сплачивались Вокруг Русского народа Или вливались В русский народ Исповедовали Так сказать Единую веру Так сказать Свою национальную веру Россию В Россию верили Нас спасало Одно Сам погибай А товарища Выручай Это игра Вся наоборот Товарищ Затолкнись Спихли товарища Быстрее А сам Прорвешься И это Учит Иногда И в жизни Так поступать Давай-ка Мы Заложим Этого Ты Я Месяца Три Вот этого Давай уберем Это все Это только Игры А потом Эти игры Выходят Это уже такая Реальная Сегодняшняя Жизнь Да-да-да Мне кажется Самые яркие Роли Сергея Никоненко В таких Известных Фильмах Как Хождение по мукам Зимний вечер В Гаграх Завтра была война Виват Гардемарины Анкор Еще Анкор Классик О чем говорят Мужчины И многих других А у нас Несколько вопросов От зрителей Какие хобби Есть у Сергея Петровича И чем он занимается Свободно от работы Время Я долгое время Считал Что у меня Не хватает Времени На хобби Так сказать Снимаюсь Снимаю картины Ну 15 фильмов Я не снял Сейчас 16 Оказывается Хобби Это было В 71 году Я сыграл Есенина И постепенно Я сам Не подозревал Что у меня Есть большое Серьезное Увлечение Просто я С 71 года До 94 Вот эти 23 года У меня было хобби Я заходил Букинистический магазин Я не могу И сейчас пройти Мимо этого магазина Чтобы не заглянуть А что-нибудь есть О поэтах Серебряного века Вот О Есенине Или при жизни Издания Есенина Или Издания его друзей Или врагов Воспоминания о нем И я это все Собирал Сергей Петрович Какая ваша Любимая книга И какой ваш Любимый фильм Наверное Единя Единя Который я знаю Практически наизусть А любимый фильм Тихий дом У меня короткий близ Для вас Продолжите мою фразу Я люблю Жизнь Меня раздражает Приспособленцы Три черты характера Которыми я горжусь Честность Доброта Отсутствие зависти Я мечтаю о О свадьбе внука Пусть ваши мечты сбываются С вами была Светская хроника До встречи на следующей неделе Пока Я хочу пожелать Телезрителям Заниматься Физкультурой Заметьте Это разница есть Спорт и физкультура Спорт это призвание Человек рожденный Бывает Должен быть Для спорта А физкультурой Можно заниматься Всем И в разном возрасте Посильней физкультурой А в основном Я хочу вам пожелать Удачи Днем И счастья Ночью Стиль ведущей Королевство красоты Лик Телефон 2 822 522 Наша беседа Проходит в ресторане Итальянской кухни Морензи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова